Девушки отдыхают И почему для предполагаемого виновника регистратор не доказательство? Ну вот посмотри, что регистратор подделываешь что ли? Пользовался незнанием и снимал деньги с чужих карт и так 12 раз Подозреваюсь в мошеннических действиях Полицейские задержали подозреваемого в серийном мошенничестве И как житель Зеленодольска может получить по году лишения свободы за каждую тысячу рублей? За что я задержан не знаете? А? Он подозревается в вымогательстве у своего знакомого Это и не только прямо сейчас Поспешное решение, принято одним из водителей Вызвало цепочку аварий на пересечении улицы Ибрагимова-Варовского Там столкнулись 4 машины Вероятного виновника большинство участников происшествия определили сразу Однако мужчина, чьи действия, по мнению остальных и привели к столкновению автомобилей, свою вину признавать не спешил Почему? Попыталась выяснить Динара Камалова Три машины говорят то, что мы правы и говорим то, что ты не прав Ты хочешь сказать то, что ехал на зеленый, да? И мы все олени остальные Единственное, в чем согласились все водители, то это как произошел удар Разногласия возникли сигналом светофора Водители трех машин утверждали, что Рено Дастер выехал на запрещающий свет Но соглашаться с этим мнением владелец французской иномарки не спешил Мужчина пытался доказать, что выезжал еще на разрешающий сигнал светофора Дождался, когда проморгается, начал движение Нет, нет, посмотри внимательно, посмотри, как работают светофоры И посмотри на регистратор Там ярко, красно горит, как видно Ну вот посмотри, что, регистратор подделали, что ли? Чтобы снять все вопросы, автомобилисты продемонстрировали запись с видеорегистратора Вот со стрелки он выезжает Опа, о, конечно, чисто красный Судя по записи видеорегистратора, Рено Дастер выезжал на перекресток с улицы Воровского В это время с улицы Ибрагимова двигался БМВ После столкновения немецкий автомобиль пробил металлическое ограждение Французскую иномарку отбросил на Hyundai Solaris Туф, в свою очередь, по инерции оттолкнуло на Chevrolet Lachete Ощущение под 80, он летел Никто не пацанал? Нет, пострадавших нет Подушки сработали, да, все нормально Если водители Рено признают виновным То, скорее всего, мужчине придется не только вложиться в восстановление своей машины Но и оплатить ремонт других автомобилей Выполк страховой компании на покрытие ущерба явно не хватит Зинар Камал-Вайрат Називов Константин Бушуев Вызов 112 При столкновении двух большегрузов в Елабужском районе пострадал водитель из Балашихи Авария произошла на 1021-м километре трассы Казань-Набережные Челны Столкнулись фуры из Московской и Рязанской областей От удара один из большегрузов вылетел в кювет и свалился на бок На трассу вытекло топливо Пожарные ликвидировали разлив и отключили аккумуляторы грузовиков 50-летний водитель получил черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга Но от госпитализации отказался Причины происшествия выясняются 92-летняя женщина погибла в огне в частном доме в деревне Шамардан Сабинского района Сообщение о происшествии поступило накануне вечером на единый номер вызова экстренных служб 112 Очевидцы сообщили, что горит дом по улице Комарова И что в нем может находиться пожилая женщина К прибытию огнеборцев пламя уже успело охватить помещение целиком Были риски, что огонь перекинется и на соседние постройки Пожарным удалось потушить все за 45 минут Площадь возгорания составила 96 квадратных метров При разборе завалов спасатели обнаружили тело погибшей По предварительной версии пожар произошел из-за неправильного пользования электрооборудованием Полицейские Казани задержали 33-летнего молодого человека По подозрению в совершении серии телефонных мошенничеств Стражи порядка установили, что он, представляясь покупателем, выманивал данные банковских карт В том числе и конфиденциальные у людей, разместивших объявления на одном из сайтов по продаже вещей Люди просто не знали, какие данные говорить можно для перевода средств, а какие нет И безоговорочно верили звонившему В итоге 12 человек в общей сложности лишились больше 250 тысяч рублей Альбина Минебаева подробнее На допросе задержанный, будто сам не понимает, за что его задержали Однако под тяжестью доказательств свою вину он все же признал По версии следствия, мужчина по данной отработанной и уже банальной схеме находил На одном из известных сайтов объявление о продаже даже неважно чего Связывался с продавцом и убежал последнего, что ему купить эту вещь гораздо нужнее, чем ему продать Говорил, что хочет скорее перевести деньги или хотя бы аванс Под этим предлогом и узнавал данные банковской карты, в том числе и конфиденциальные Как трехзначный код на обратной стороне и пароли, приходящие от банка в СМС После чего уже мог полностью снять средства с чужого счета Таким образом, на его уловки попались 12 человек Ущерб составил более 450 тысяч рублей В ходе анализа фактических обстоятельств уголовных дел, возбужденных по признакам преступления Предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации мошенничества Полицейские установили, что к совершению причастие на один человек Полицейские провели разыскные мероприятия и в течение нескольких дней установили личности местонахождения подозреваемого Им оказался 33-летний житель Казани Мужчина признался, что выбирал продавцов из разных регионов, чтобы вероятность предупреждений ими друг друга свести к нулю После разоблачения мужчина возместил всем потерпевшим причиненный ущерб Поэтому решением Вахитовского суда ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста По одному году лишения свободы за каждую тысячу рублей может получить 19-летний житель Зеленодольска Он, как установили следователи, вымогал деньги у своего товарища Но последний обо всем сообщил правоохранительным органам и на передачу наличных пришел вместе с полицейскими Алина Бережная знает, что было дальше Говорить в присутствии видеокамеры стесняется На ночь 8 марта, как сам же сознался следователем, таким скромным не был В женский день, приняв спиртного, он ворвался в комнату своего 18-летнего знакомого С которым жил в одном из общежитий Вел себя, при этом, как гласит уголовное дело, агрессивно И требовал молодого человека 7 тысяч рублей На что были нужны деньги и почему именно такая сумма не уточнил Однако денег у 18-летнего местного жителя при себе не было Тогда он обещал подозреваемому принести их на следующий день О случившемся потерпевший сообщил в полицию Передача денег состоялась под контролем оперативников уголовного розыска После чего 19-летний подозреваемый был задержан По данному факту возбуждено уголовное дело по статье вымогательства Вменяемая подозреваемому вторая часть предусматривает до 7 лет лишения свободы Свою вину задержанный признал Окончание следствия он будет дожидаться под стражей Лена Бережная, вызов 112 На неделе вековой юбилей отметила дежурная часть УВД Казани Праздник полицейские отметили без пышных торжеств В стране трауры работу никто не отменял Ее, к слову, много В дежурную часть стекается информация о всех преступлениях и происшествиях, происходящих в Казани И от ее сотрудников в немалой степени зависит задержание подозреваемых по горячим следам А то и вовсе предотвращение преступления Нафиса Минязова из места, где знают и видят, что происходит в Казани Полиция, слушай вас Направляют его в отдел полиции для принятия решения Работают дежурные круглосуточные Каждый из них знает цену неотвеченным звонкам и промедление с решением Кому-то это может стоить и жизни От них зависит, насколько оперативно наряд прибудет на место происшествия Сообщение от граждан, пришедшие на единый номер 02 поступает вот именно в этот кабинет Здесь находятся операторы различных наружных служб Здесь ППС, ГАИ и Росгвардия Затем в режиме онлайн на карте они выбирают ближайшее к месту происшествия экипаж И направляют его туда Тяжкие и особо тяжкие преступления берет на контроль начальник смены Чтобы раскрыть их по горячим следам Рассказывают, самыми сложными для работы были 90-е годы Из техники, телефон, наследие советского прошлого, лист бумаги и ручка При этом снова реальностью пришел и вал преступлений Как справлялись, говорят, вспоминать страшно Сейчас же созданы все условия для оперативности За последние 100 лет методика раскрытия преступления изменилась Технические средства совершенно изменились Которые дают нам больше возможностей Такие, как радиосвязь, система позиционирования Возможность автоматической передачи сообщения И такая, как система видеонаблюдения Отслеживая события в режиме онлайн Есть возможность это преступление раскрыть незамедлительно С помощью системы видеонаблюдения порой удается даже предотвратить преступления Сотрудники дежурных частей не выслеживают преступников Не участвуют в погонях Но зачастую именно от их взвешенных действий И быстроты принимаемых решений И зависят не только оперативные раскрытия преступлений Но иногда и жизни Нафиса Менязва Адельмулахметов Вызов 112 Это все, о чем мы успели вам рассказать В студии был Сергей Хайдаров До встречи и не бросайте вызов судьбе Вдруг она его примет Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин